Шесть снарядов террористы попытались атаковать Хмеймим. 21 мая 2019 года газета «РУ». Шесть снарядов террористы попытались атаковать Хмеймим. Источник изображения «Газета.РУ». Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу. Террористы попытались совершить атаку на российскую военную авиабазу «Хмеймим» в Сирии. Для этого они выпустили шесть реактивных снарядов, которые были отражены дежурными средствами ПВО. Правительственные войска перестали вести огонь еще 18 мая, но вооруженные нападения со стороны боевиков все еще продолжаются. Запрещенная в России террористическая организация Джабхат Анусра 19 мая в очередной раз попыталась напасть на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии. В ходе данной операции они использовали реактивную систему залпового огня «РСЯ», но дежурные силы противовоздушной обороны ПВО отразили атаку, в результате чего огневая точка боевиков была уничтожена, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Около 20 часов в воскресенье с территории Эдлибской зоны деэскалации по российской авиабазе террористами было выпущено шесть реактивных снарядов. Дежурными силами ПВО авиабазы все снаряды были уничтожены, отметили в дамстве. Несостоявшаяся попытка нападения не нанесла авиабазе никаких разрушений, пострадавших также нет. На данный момент «Хмеймим» продолжает функционирование в штатном режиме. Российскими средствами разведки данная установка РСЗО террористов была оперативно выявлена на западной окраине населенного пункта Кафрнобыль провинции Эдлиб. Точечным ударом ВКС России указанный объект террористов был уничтожен, уточнили в военном министерстве. Тем временем, российские средства ПВО обнаружили два беспилотных летательных аппарата БПЛА – террористов, приближавшихся к авиабазе с северного и северо-восточного направлений. Но все дроны в итоге были уничтожены этими же ПВО на значительном удалении от места базирования российской армии. Несмотря на то, что с 18 мая вооруженные силы Сирийской Арабской Республики полностью прекратили вести огонь, террористы Джабхатан Нуср в Эдлибской зоне Диасклации по-прежнему продолжают осуществлять провокации и обстрелы. Боевики выбирают Хмеймем в качестве цели довольно часто. В очередной раз они попытались обстрелять авиабазу. 8 мая, сообщал руководитель российского центра по примирению враждующих сторон ЦПВС в Сирии Виктор Купчишин. Он уточнил, что, в целом, в направлении авиабазы было выпущено 12 реактивных снарядов, но все они были сбиты дежурными средствами ПВО. Обстрел, по информации российских военных, осуществлялся с двух огневых позиций. Авиация и ВКС России и артиллерия и сирийских правительственных войск позиций боевиков террористических группировок уничтожены, подчеркнул он. Всего двумя днями ранее он сообщал о новой попытке обстрела авиабазы боевиками с применением систем залпового огня. Купчишин отметил, что всего было совершено два нападения, и оба раза огонь велся с восточного направления из района населенного пункта Завиавыдлибской зони деэскалации. Всего было выпущено 36 реактивных снарядов. Управление огнем боевики вели с применением беспилотника, сказал он, уточнив, что обстрелы были отражены дежурными силами ПВО и не повлекли за собой жертв и разрушений. До этого попытка обстрела Хмеймима со стороны боевиков состоялась 2 мая. По словам Купчишина, атака велась со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований, удерживающих позиции в районе населенных пунктов в Калаат-Эль-Мудике Баопатика. Все обстрелы, как он отметил, были отражены. Разрушений и пострадавших, опять же, не было. Накануне этого он сообщил, что за апрель боевики 12 раз пытались обстрелять Хмеймим. Купчишин пояснил, что попытки обстрела продолжаются со стороны находящихся в Эдлибской зоне деэскалации незаконных вооруженных формирований. Причем террористы пытаются атаковать не только российскую авиабазу, но и позиции сирийских правительственных войск в Латакии. По его словам, террористы пытались провести атаки, используя РСЗО и дроны, но все обстрелы были отражены. Из западных районов указанной зоны с начала апреля этого года осуществлено 12 обстрелов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов 8, указал генерал, подчеркнув, что ущерба объектам базы в результате инцидентов не было. Он отметил, что российским военным удалось уничтожить 12 беспилотников нападавших боевиков. Эдлиб на сегодняшний день остается последним оплотом террористов и незаконных вооруженных бандформирований в Сирии. Согласно информации российского генштаба, большая часть зоны деэскалации находится под контролем боевиков запрещенной в России Анну Сары. Правительственные войска президента страны Башара Сада практически не контролируют эту территорию. В середине месяца заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафроньков сообщал, что Россия заблокировала заявление СБООН по гуманитарному положению в Сирии, потому что подготовленные Германией, Бельгии и Кувитом материалы для прессы искажали реальную ситуацию в сирийской провинции. Дипломат призвал западных партнеров перед началом изучения каких-либо документов признать, что в Идлибе хозяйничает запрещенная в России террористическая группировка. Наш акцент на том, что суверенитет, целостность и независимость Сирии нужно соблюдать не на словах, а на деле, подчеркнул Сафроньков. Лидия Миснек. Право на данный материал принадлежат газетам. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.